АвтоВАЗ Одним из главных выгодоприобретателей от прошедшего Петербургского экономического форума стал АвтоВАЗ. Ведь чиновники, бизнесмены и журналисты увидели успехи подсанкционного завода в поддержании и развитии модельного ряда. А сама компания заключила целую папку разного рода соглашений. Например, Федеральный фонд развития промышленности выдаст автогиганту сразу три льготных займа на 7 миллиардов рублей суммарно. Первый заем необходим, чтобы создать собственное производство компонентов интерьера – рулей, сидений и стеклоподъемников. Два других кредита пойдут на доработку и расширение производства 16-клапанных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра. Как отмечает производитель, модернизированные моторы будут отличаться усовершенствованным газораспределительным механизмом, увеличенной мощностью и повышенным экологическим классом. То есть Евро-6 вместо Евро-5. Логично предположить, что для этого агрегаты придется оснастить двумя фазовращателями. Впрочем, нельзя исключать, что инженеры пойдут дальше и внедрят турбонаддув. Уже через два года Автоваз планирует выпускать более 100 тысяч улучшенных моторов ежегодно, а к 1933 году довести мощность до 150 тысяч двигателей. Движки будут ставить на Весту, Ауру и перспективные модели. Кроме того, на полях Петербургского форума было подписано трехстороннее соглашение между Автовазом, Ителмой и Ростелекомом. Напомним, что именно Ителма сегодня является главным поставщиком электроники на отечественные автозаводы. В рамках партнерства будет создана цифровая экосистема для автомобилей, основой для которой послужит национальная операционная система Аврора. За разработку последней отвечает подконтрольный Ростелеком у компании «Открытая мобильная платформа». Электронные компоненты предоставит Ителма, а готовые решения будет использовать Автоваз. Благодаря этой платформе Лады научатся выходить в интернет, получат элементы искусственного интеллекта, плюс обзаведутся автопилотом. Все это давно умеют иномарки, но для наших машин подобное станет почти революцией. О конкретных сроках появления медиасистемы партнеры пока предпочли не сообщать. Но понятно, что процесс будет небыстрым. Ведь одно дело подобрать компоненты и написать код, а другое протестировать все это на реальном автомобиле.